Поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю всем счастья, здоровья, успехов в работе, в учёбе и во всём остальном. В парке Дружбы Народов состоялся межнациональный Новый Год. Ежегодный праздник впервые прошёл на открытом воздухе. Танцевать, веселиться, обмениваться подарками приехали делегации из всех районов Ульяновской области. Гости нарядились в костюмы народов по Волжье и ближнего зарубежья. Мы собираем в этом замечательном парке Дружбы Народов 9 домов Дружбы Ульяновской области. Приехали все Дома Дружбы, которые были организованы, созданы на протяжении трёх лет. Каждый приехал в свои новогодние программы. Роскошные костюмы, замечательные национальные персонажи сегодня удивят и участников, и зрителей. В этот же день вопрос Дружбы на этносов обсудили в правительстве. Алексей Русских провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава региона подвёл итоги этого года и рассказал о том, насколько дружны различные конфессии в нашей стране. Каждый год данные мониторинга межэтнической ситуации говорят нам о низком уровне социальной напряжённости на этнической и конфессиональной почве, об отсутствии конфликтов, о сплочённости людей вне зависимости от национального и конфессионального признака. Это ценно. И как показатель нашей общей работы, и как показатель осознанности общества и каждого из нас в отдельности. Нам важно сохранить это достижение. Для чувашского народа 2021 год стал юбилейным. В уходящем году исполнилось 150 лет национальной письменности. В 2022-м представители автономии планируют возвести монумент чувашскому алфавиту. На памятник продолжается сбор средств. На сегодняшний день собрано 849 900 рублей. Даже иностранцы нам евро-мелочи присылают наши земляки. Глава Чувасской республики выделил из своей зарплаты, четверть своей зарплаты, из личных сбережений. Но фермеры участвовали. На заседании подписали план работы Совета по межнациональным отношениям. Также Алексей Русских наградил троих представителей автономии ежегодной премии за вклад и развитие межнациональных отношений в Ульянской области.